Всем здорова! Сегодня хочу поговорить по поводу работы в порту, да, что вообще, как происходит, особенно в российском. Сегодня мы пришли в Выборг, вот, швартовали, соответственно, сразу же, там, через полчаса пришли власти, вот. Потом у нас был карго-сервей, карго-холл-сервей, то есть проверяли трюм, да, чтобы он был сухой, соответственно, также ультрасоник тест, делали крышек всех, да, то есть второго трюма, первого, соответственно, он там ставил приспособление, сначала в первый трюм мы пошли, я тоже спускался вместе с Тарковым, вот, потом оставался там, они уходили наверх, соответственно, он все проходил, потом говорил, все, закончили, забираю эту херню, я, короче, поднимал, и мы шли уже во второй, вот. Вот, ну, там, соответственно, мелом со Старковым начертил, где надо устранять замечания, но, тем не менее, оба трюма были приняты, вот, соответственно, мы уже с 8 часов, сейчас уже пол первого ночи, полностью готовы, да, к погрузке, но вагоны, которые идут с Санкт-Петербурга, они зависли, вот. Ну, для российских портов это вообще не удивление, постоянно какие-то задержки, в общем, неизвестно, когда нас начнут, вот, у них сейчас тут вообще вагоны с углем стоят, вот, идет, идет выгрузка их, видим, то есть, им явно один до нас, вот наши два алюватора, они нас будут грузить двумя, соответственно, сразу, вот, ну, есть один момент, опять же, да, по грузу, груз боится снега и дождя, сегодня, опять же, всю ночь обещают дождь, но почему-то я вижу снег пока что, ну, это не суть. Суть в том, что в любом случае надо начинать, да, работать уже, нам уже надо быстрее все делать, то есть владельцу надо квикли-квикли, ну, так не бывает, вообще, почти всегда так не бывает, вот. Особенно в зимний период времени. У нас, в общем, по плану погрузить 5500 тонн вот данного груза, вот, соответственно, они грузят где-то приблизительно 2000 тонн в сутки, вот, бывает быстрее, бывает там 3000, вот. То есть мы здесь еще минимум в 2-3 дня будем стоять, еще не факт, может даже больше. Соответственно, зашел где потише, соответственно, наверняка это уже будет мой последний рейс, потому что, ну, время уже поджимает, уже 27 число, у нас, ну, грубо говоря, мы уйдем 29-го, вот, и придем уже там 6-7 в Ирландию, и потом идем на Роттердам, там уже будет, пока там выгрузимся, ну, уже будет где-то 13-15 число, то есть я уже рассчитываю на смену именно в Роттердаме, вот, что, в принципе, радует, радует, вот. Последние 2 недели, они, как бы, обычно идут в удовольствие работать, если ты, конечно, не думаешь, что я хочу, хочу домой, быстрее, быстрее, знаете, как некоторые там, не знаю, чуть ли не приедут только на судно, уже там через месяц, а то и ранее начинают, блин, хочу домой, как я устал, и так далее, вот. Самое главное не жаловаться, да, и не думать о доме, вот, продолжать делать свою работу, вот, особенно, когда она неспешная, почему бы, не насладиться просто, да, жизнью, и, то, где ты находишься, чем ты занимаешься. По поводу ультрасоника, да, еще вернусь к этой теме, тоже, это так долго, это, он медленно, давайте покурим, подождем, то есть они тянут резину, да, максимально, потому что знают, что груз задерживается, соответственно, они никуда не спешат, потому что у нас нотис оф ритнес уже было написано давным-давно, вот, соответственно, ультрасоник тянется, тянется, этот драфт сервей тоже где-то там в другое судно проверяет, ну, что считает, соответственно, этот товарищ не спешит, блин, я уже хотел ему сказать, что, блин, давай уже быстрее, уж не сталкиваешь нам гаться, все-таки, он говорит, мы почти с вами земляки, вот, я говорю, ну, блин, ну, земляки так и не поступают, посмотрел, трюм сухой и все, нафиг надо там еще своими этими митрасониками, тем более мы уже не первый раз возим подобный груз, ничего не подмачивали никогда, да, крышки у нас не текут, но тем не менее, вот так, соответственно, потом пришел драфт-сервей, сняли осадки, вот, балласты некоторые, не некоторые, а все, которые у нас были почти полные, так как сейчас минусовая температура, балласты немножко откачиваются после заполнения, чтобы в трубах, да, наверху не замерзла вода, вот, ну, когда драфт-сервей приходит, с рацией ты уже на, на стендбай с ойлером, на с ойлером качаешь, да, вот, и начинаешь все поочередно балласты делать оверфлоу с переливом, да, вот, и уже в расчетах они считаются как полные, да, ну, пустые, там уже, не знаю, там самое решает замерять, не замерять, ну, как правило, замеряют, то факт там записывают все, в initial draft survey, initial draft survey, кто не знает, это начальные, вот, осадки, все данные, которые у нас на момент вот этого, вот этой, как бы, проверки, осадки, топливо по факту, сейчас, да, пресная вода, все запасы вот эти, ну, соответственно, там, масла в машине, да, какие-то, вот, и так далее, но эти данные уже заранее готовят, чтобы, как бы, не было никаких проблем, вот, все быстро, только осадочки сняли, все быстро забили, и потом уже начали погрузку, ушел на тему, да, уже такую, как бы, ближе к погрузочной, и у нас такой момент, короче, в стабилити буклете у нас таблицы на танки балластные, рассчитаны только на, получается, ну, замеры, когда ты делаешь, да, смотришь, сколько, только на ровный килл, соответственно, с поправками на дифферент, их, в принципе, нету, хотя, вот, я работал на других судах, и с таком тоже здесь удивляется, что нету поправок на дифферент, хотя они требуют, вот, но у нас, вот, на этом судне, блин, аж три стабилити буклета, откуда они взялись, непонятно, вот, и, как бы, ни в одном этом буклете нету, короче, поправок на дифферент в танках, но, в любом случае, драфт сервей пройден, все отлично, вот, ждем погрузки, ну, в общем, как-то так, сходил сегодня город, посмотрел, выбор, ничего прикольный, очень много именно зданий, которые еще остались с пинской постройки, кто будет, кто живет, тем более, рядом с Питером, да, кто переехал, допустим, с моего города, я думаю, стоит даже здесь побывать, город небольшой, где-то 70 тысяч человек, я где-то, наверное, за час почти весь город обошел, вот, правда, обратно лень было идти, уже на такси поехал за 120 рублей, цены здесь, в принципе, почти как у нас, даже чуть дешевле, вот, ну, и как-то так, что я хотел сказать на сегодня, все, всем спасибо за внимание, всем пока, до новых видео.